Итак, дорогие друзья, мы приступаем к мануальной правке и коррекции позвоночника. А конкретно сейчас рассмотрим шейный отдел и верхний грудной отдел в позиции, когда человек к нам сидит спиной повернутой. Для этого нужно закрепить коленки крепко, чтобы он не сполз никуда. Проверяем позвонки, при этом мы уже до этого размяли, расслабили хорошо голову, наклоняем голову вперед. Вот, некоторые позвонки, например, седьмой ширины, поднимем голову, поднимем голову. Вот седьмой ширины, он у нас ротирован влево, да. Соответственно, чтобы поставить обратно, мы должны сделать в него упор, вот с этой стороны, да. И, ну, через меня сзади не будет видно, да, как я нажимаю. А голову мы будем растягивать в противоположную сторону, вот сюда. То есть, помните, вот этот наш принцип. Мы растягиваем с противоположной стороны, а с этой стороны давление оказываем. Но так как у нас шея, мы давление будем оказывать вниз. Примерно по 45 градусов в этот позвонок, уходя вектором напряжения в тело. Можно даже сделать еще ниже, затронув при этом первые три-четыре грудных позвонков, позвонка. Смотрите, для этого мы расслабляем полностью голову нашего пациента. Не видно. Давай, старай, я вверну. Можно я с той стороны встану, вот с этой стороны. С той стороны у нас же будет видно. Точно, диалог сходим, чтобы было видно. Вот там уже какие-то похрустенные слышны. Вот когда голова почувствуем, что расслаблена, но она сама вращает. Галина, кстати, нам ассистирует. Галина, сама постараюсь не вращать, не помогаясь мне никак. Голова, как вот пустое. Ставят корзинку или кастрюльку. Дополнительно. Если видите, человек все-таки сопротивляется, сделаем ему дополнительную аттракцию. Для этого мы кладем голову на череп, вот так назад, на наши руки. Плечи отводим назад. И немножко, вот за счет того, что я упор в плечах делаю, мы ее вытягиваем вверх. 3-4 раза так сделали. Почувствовали еще больше расслабления. Перед этим я уже сказал, что мы делали массаж и разминали мышцы. Когда мы ловим вот эту точку, одновременно напряжение, давление руки идет. Вот в этот позвоночник. Я даже пальцем упираюсь у него. Позвоночник. А рука, спектр руки, видите, не кистью вот так, да, не как-то вот так там. А она формирует единую стрелу, единое направляющее, вот до пальца. На одной оси у меня находится кисть, палец и локоть. Отдыхаем. После этого производим вот такую тракцию. То есть одновременно, ну в данном случае, я в последний момент почувствовал, что палец мой не поможет. Поэтому я давление сделал вот этой костяшкой указательного пальца. То есть я ей давил. И хруст, по-моему, был в трех-четырех местах, да, вот где-то здесь. Здесь, да? Вышел до сюда. Ну, кстати, вот уже видно, что на стол на место. Если у нас пациент сползает, да, например, ну он неровно сидит, мышцы спины слабые или как-то еще там, да, что-то мешает, тогда рекомендую вам под противоположную, под противоположную подмышку подставить колено. Вот. Ну, в принципе, это можно с одним коленом делать и в эту сторону, и в эту сторону. Но когда мы поставили колено, если высоко стоить, да, можно немножко вот так пониже сделать. Вот. У нее есть упор. Мы можем дополнительно пройти по верхним позвонкам, когда за счет своей руки делаем упор. Вот чуть повыше, видите, мизинец упирается в плечо, а этот палец упирается в более верхний позвонок. Вот в пятом, например, да, вот в третий, вот во второй. То есть можем несколько раз конкретно такими точечными приемами подставить этот позвонок на место. Смотрите, здесь еще такой небольшой нюанс. Вы руками, это как бы объяснить невозможно, это надо чувствовать руками, когда... Не могу. Когда мы должны повернуть голову не строго в сагитальной плоскости, вот так вот, да, а немножко с доворотом вперед. В самый последний момент мы ее так немножко доворачиваем вот туда. То есть есть еще ротация. Так. Следующий прием, сразу объясняю. Если нам нужно, вот у нас появилась ротация вот где-то вот в этом отделе, да, в верхнем грудном, ну там третий, четвертый, пятый позвонок. Ну, например, я вот вижу вот этот позвонок, да, тогда мы делаем руки назад, в замок, попросим ее в замок руки, наклоним голову вперед, локти тоже чуть-чуть вперед, а сами свои руки поддеваем вот здесь, надавливая. И при этом мы упираемся грудью вот в этот позвонок, какой нам нужен. Несколько тракций делаем. Но тут вот немножко аккуратнее, потому что может кожа потянуться. Не тянется? Нормально здесь? Нет. Лучше через одежду это делать, либо через какую-нибудь салфетку. На меня чуть покачивает, так падай. Вот так вот приподняли. Держись, держись, пока держись. В такой позиции мы действуем на нижнегрудные и нижние, ой, верхнегрудные и нижние шейные позвонки. Если хотим на верхние шейные позвонки воздействовать, тогда руки надо перенести на череп. Не, не, держи, держи. Вот, прямо на черепе, да? И тогда мы раздвигаем локти. В первый раз мы их сдвигали, да? Тут мы их раздвигаем. Поддеваем руки точно так же. Только сами не в замок. У самих руки просто лежат сверху. Поэтому мы дополнительно расширяем еще локти, да? А голову продолжаем, наконец, вперед. Вот, и немножко несколько тракций. На меня. Чуть выше. На основании черепа руки. Опа. Вот. Вставили. Расслабьте чуть-чуть. Так. Выдохнули. Следующий прием. Вот для работы с грудным отделом мы можем использовать свое колено. Ну, соответственно, для меня высота стола нормальна, да? Если вам неудобно, можно использовать стул или стол. Вот смотрите, с той стороны, где нам надо, да? Не в позвоночник, не в ассистый отрустки выпираюсь. На позвоночник или там? Не, не, не в позвоночник. А ассистый, ой, острый, косточка коленки, вот на выпирали, да? У него в соседние позвонки, из лебра фактически, да? Вот, упираемся. Руки возвращаем обратно. В замок? Да, в замок. Только пальчики вместе. Опять поддеваем. Чуть ниже руки. Вот так. Голову наклоняй. Вот. И давление сейчас будет именно вот в этот позвонок. То есть мы поставили от выпирающего позвонка, ротированного вправо, еще больше справа в нашу поленку. Ну, и потом вот слева. И так можно за счет поднятия стопы, вот видите, да, пройтись 3-4 позвонка. Скорректировать, мобилизировать, снять функциональное напряжение и поставить на место. Так. По поводу вращения и скручивания. Еще один прием. Когда мы берем, ну вот, на столе некоторым тяжело делать, да? Легче бывает сделать это на весу, когда голова висит и укладывается своим собственным весом на ладони. Поворачиваем голову в бок, чуть-чуть ротируем его так и проверяем, где у нее место свободного движения. Вот. Когда будем делать, нам надо одновременно с поворотом чуть приподнять череп вверх. Это мы сейчас будем ставить атлант на место. В другую сторону. В другую сторону зажимается. Значит, не хватило массажа. Либо человек напрягся, испугался, да? Можно немножко сделать жестче. Можно схватить предплечьем, развернуть ее. А противоположное плечо мы делаем упор в него. Ну, это, конечно, вот я высокий такой, да? Вообще лучше на стуле это делать. Расслабь-расслабь-расслабь-расслабь. Нет, она вообще не расслабляется. Давайте на стул посадим. Давайте вон тот стульчик. Только не на ли плеч себе. Так, можешь спереди снимать. Вот. Опять же, еще раз повторюсь, если там что-то она двигается, да, то можно ее закрепить плечом, за счет своего колена. В некоторых мануальных салонах там есть специальные ремни, как автомобильные. Вот человек пристегивается, да? И у него плечи закреплены жестко. Если у нас нет ремня такого, то мы будем использовать свою собственную руку. Вот мы ее закрепили, взяли череп. Единственное, что очень тяжело будет почувствовать, что оно не дается. Ну, в принципе, я хочу, чтобы вы осознали сам прием, как он делается. Также я то же самое, что я клал ее голову сюда, вот эту ладонью щупал, да? Можно сделать то же самое вот так, обоими руками. Повернуть, да? Можно сделать это то же самое и спереди. То есть, варианты захватов, тут их несколько, три-четыре варианта есть. Ну, я вам пока покажу основные, да? Вот первый вариант положили, голова лежит на ладони, лежит, лежит. А второй рукой мы за череп, за основной черепу, приподнимаем ее. Второй вариант, когда она жестче закреплена в руке и в плечо мы разворачиваем голову. Так, какие еще могут быть приемы? Ну, в принципе, для шейно-воротниковой зоны этого достаточно. Давайте мы их отработаем на практике. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте наши видео уроки. Пока.